Вопрос с невыплатой заработной платы сотрудникам текстильной фабрики взяла под личный контроль трудовая инспекция. Несколько сотен сотрудников заявили, что два месяца их кормят обещаниями. Кроме долгов по зарплате у руководства предприятия накопились обязательства по погашению пенсионных отчислений и медстраховки. После общественного резонанса руководство фабрики выделили около 39 миллионов тенге. Этих денег хватило, чтобы покрыть зарплаты сотрудников за один месяц. «Информация о компании поступила в наше управление. По документам там работают 326 человек. На их заработную плату выделили 39 миллионов 600 тысяч тенге и выплатили заработную плату за март месяц. За апрель зарплата будет выплачена до 10 числа следующего месяца. Мы постараемся сделать так, чтобы эти деньги выплатили раньше». Чтобы выяснить, насколько на фабрике нарушают трудовые обязательства, рабочие должны написать заявление в инспекцию. Руководитель ведомства отмечает, что предприятие не первый раз оказывается в центре разбирательств. «Данная компания с 2020 года находится под постоянным контролем местных исполнительных органов. Это связано с тем, что в предыдущие годы эта компания приостановила работу из-за проблем с сырьем. Поэтому они находятся под нашим контролем. Мы с ними встречаемся несколько раз в год. Саму фабрику «Азала Коттен» мы проверяем два раза в год. В первый раз мы проверили по заявке, а во второй раз в профилактических целях». Проблема с выплатой зарплаты сложилась на предприятии и в 2021 году. Тогда долг перед сотрудниками составил 25 миллионов тенге. Фабрика находилась на грани банкротства. Руководство обещало исправить ситуацию как можно скорее.